Медленнее оригинала, автотюн, другая тональность, ну это, по-моему, капитан очевидность Другая ритмика, это тоже капитан очевидность В последней ноте не хватило фаршлага снизу Последняя нота слишком затянута, сыграна на тон ниже Одна из нот сыграна на вдох Всем привет, с вами Лео и вы на канале Hells Cream Academy Я думаю, вы и так все в курсе, что в интернете сейчас огромное количество профессионалов в любых сферах Которые обычно профессионалы только в интернете и в реальной жизни И себя с точки зрения профессионализма ничего не представляют И, к сожалению, таких большинство Такое можно наблюдать, в принципе, в любой сфере деятельности А абсолютно в любой, чем бы ты ни занимался Ты вешаешь кондиционеры, кто-нибудь тебе напишет, что ты это делаешь неправильно Ты жаришь мясо, тебе тоже кто-нибудь скажет, что ты это делаешь неправильно Забиваешь гвозди, тоже делаешь это неправильно, тебе скажут как надо Но вот с точки зрения музыки у таких ребят обычно нет никакого ни студийного, ни концертного И точно уж турового опыта Потому что именно тур сразу дает понять, кто есть кто В век цифровых технологий музыка, как и процесс ее создания, начинает превращаться в математику И некоторые с этим очень сильно перебарщивают Это, знаете, когда гитары клеят по маленьким штрихам Это когда бас нарезают прям вот так вот, при всем по маленьким штрихам То есть живости не остается никакой Это роботизированная музыка В ней жизни абсолютно никакой нет Барабаны нарезают Или там из полнейшего днища вокалиста делают нормально поющего человека Я правда не понимаю, как они это делают Я понимаю, как можно там на одну восьмую тона подтянуть, да, чтобы это просто вот именно идеально попадало в ноту Но вот когда это просто из абсолютно отсутствующей мелодии рисуют какую-то новую Которая нормально, адекватно после этого звучит Я вот это у меня в голове вообще не укладывается, как это делают Ну и, как вы понимаете, это делают довольно-таки часто Потому что мы с вами неоднократно смотрели разные видосы с зашкварными выступлениями Когда ты смотришь вокалиста, которого ты слышал на записи и думаешь А он ли это вообще поет? Ну и вот тут как раз появляются ребята, которые за счет этой математики То есть с помощью техники, не своей головы, не каких-то ощущений А именно с помощью техники делают вид, что слышат все Для меня, например, с точки зрения вокала Музыка это несколько таких пунктов Это атмосфера Можете называть это, в принципе, душой или как-то динамикой музыки То есть именно ощущения, которые у вас вызывает все это дело Звучание это то, какие ощущения у вас вызывает тот или иной инструмент, эффект Или звук, который есть в записи или там в живом выступлении Да будь то даже аудиокнига, какой-нибудь там, не знаю, звук скрипящей двери Может вызвать у вас огромное количество эмоций и ощущений Когда вы слушаете какой-нибудь там хоррор-рассказ, например Естественно, естественно, это история То есть то, о чем вам повествует исполнитель Зачастую, кстати, мы не слышим никакой истории И поэтому музыка такая становится абсолютно неинтересной И она рассчитана на людей, которые не хотят никаким образом заморачиваться Думать или просто развиваться Ну и последнее, что, наверное, глубже всего скрыто от ушей обыкновенного слушателя То есть не музыканта, не какого-то человека, который всем этим занимается постоянно Это техника исполнения То есть техника игры на инструментах Я думаю, вы все прекрасно знаете, что даже у гитаристов, барабанщиков Бывают проблемы со здоровьем из-за того, что они как-то неправильно играют Ну и как вы понимаете, в данном случае сильнее всего под удар попадают вокалисты Человек, который каждый день работает своим инструментом, который находится внутри него Это не гитара, которую можно сломать случайно Это голосовой аппарат, который всегда на всю жизнь с вами И если вы что-то неправильно делаете Есть вероятность того, что вы не сможете дальше продолжать заниматься своим любимым делом Или же просто получать от этого удовольствие Потому что играя 300 концертов в год У вас каждый день по вечерам болит горло Вам просто это очень быстро надоест, мне кажется То есть все вот эти предыдущие пункты на фоне вот этих вот проблем могут испариться То есть техника это то, что поддерживает нас на плаву Умение нормально работать со своим инструментом Чтобы мы могли получать удовольствие от атмосферы, от звучания И от того, что рассказываем историю или слушаем ее Например, готовясь к записи нашего нового альбома Я ковырялся очень долгое время Пока мы пытались выбрать студию, в которой записать барабаны Мы сменили 5 или 6 мест, где нас просто не устроили исходники Мы пытались их свести и ничего не получалось Не получалось того, что нам хочется слышать В результате, когда я просидел 2 недели 2 недели, представьте себе Я по вечерам там по 5-6 часов сидел в ночь Просто пытаясь расставить микрофоны на барабанах так Чтобы они звучали именно так, как я хочу Чтобы звучание, которое я получаю вот изначально с микрофонов без обработки Было максимально приближено к тому результату, который я хочу слышать на альбоме Они вот это, знаете, записали, все затрагировали просто и нормально Зачем тогда живые вообще писать, вообще непонятно Потому что динамика абсолютно убивается По этой же причине у нас во всех песнях на новом альбоме постоянно плавает ритм Потому что мы специально играли эти песни вживую Чтобы понять, какие куски мы хотим сыграть быстрее Какие медленнее, где хотим замедлиться Или какой-то прям лютейший оттяг сделать То же самое касается записи гитар Я, когда начал писать этот альбом Я такое ощущение, что я никогда в жизни так много на гитаре не играл Потому что последние лет 6, наверное, я на гитаре практически не занимался То есть у меня вокал меня полностью сожрало И я как-то на гитару, знаете, подзабил немножко Вот, и тут просто мне надо начать писать Я хочу, чтобы это нормально звучало И у меня просто горит Я сижу, играю и играю, играю и играю Понятное дело, что я там, допустим, пишу 16 тактов Там где-то 8 тактов Но я никогда, вот, просто для меня это прям Я не буду наклеивать все вот так вот по одному штриху Чтобы получился нормальный звук Я буду до последнего пытаться это сыграть так Чтобы это на записи звучало так же, как будет звучать потом вживую Ну это, знаете, какой-то самообман просто уже начинается Когда ты на студии не можешь сделать того, что собираешься делать вживую То есть это Это я все к тому, что я, например, не верю в абсолютный слух Для меня абсолютный слух это жопочасы Это тренировки То есть есть люди, которые, как я вам уже говорил Рождаются с определенными данными, которые слышат и понимают А есть люди, которые не обладают этим скиллом То есть он у них не развит И разница между ними только в том, сколько времени и сил каждый из них потратит Чтобы достичь определенного уровня Ну и в большинстве случаев те, у кого изначально есть какой-то уровень Все очень быстро бросают и не доходят до своей цели Потому что слишком легко все получается Я, допустим, в разных пабликах, на разных YouTube-каналах Постоянно вижу комментарии из разряда Ты орешь на связках, ты дно, не надо так делать И куча-куча вот такого плана поливалого дерьмом Человека, который исполняет для вас какую-то композицию Или, например, ты поешь без позиций, ты дно И опять вот эта куча комментариев То, что человек не умеет петь, потому что у него нет позиции И я прекрасно понимаю, что эти люди появились в интернете Из-за того, что я говорю на этом канале Проблема здесь лишь в том, что люди привязываются к какой-то определенной точке И пытаются все оценивать через вот такой маленький глазок Абсолютно не обращая внимания на 99% других деталей Которые могут не работать И из-за чего может возникать какая-то проблема Ну и, соответственно, я не просто так выложил это видео С вопросом, что здесь не так Потому что именно так я для себя впервые описал это ощущение Про которое я вам сейчас расскажу А сейчас вернемся как раз к этому видосу В котором я задавал этот вопрос Только я просто сделаю то же самое И кое-что вам объясню Просто наблюдайте Беру я ту же самую флейту, про которую мне сказали Pimac так не звучит Это фанера Это автотюн Это там игра на вдохе Я такого начитался, что Знаете, это тот самый момент, когда ты себе просто даже представить такого не можешь Что такое может существовать Точнее, что такое можно написать То есть это просто Просто беру то же самое Понятное дело, что там Специально я вам сказал про метроном Чтобы просто отвлечь внимание Помните, я про фокусы написал, что Вот Метроном я включил, но он играл совершенно в другие наушники И вот в эти мониторные он ко мне не приходил Я просто играл наугад Вот чисто сыграл мелодию Потому что здесь абсолютно не важно С точки зрения того, о чем я говорю Оно не важно Ни какую мелодию я играю Ни с какой скоростью Ни другая ли эта тональность Потому что, допустим Берем тот же самый Линкин парк Не факт, что я сейчас нормально его сыграю Даже могу облажаться легко Да? Поехали И все равно Вот я сейчас слил Я не сыграл мелодию И все равно Здесь что-то не так Вот попробуйте Заморочиться и подумать Что же все-таки здесь не так Даже если я начну играть Вот эту мелодию Вот что здесь может быть не так Это к вопросу о том Сколько слухачей и профессионалов у нас в интернете Потому что все равно Вот я сейчас поиграл И никто не обратит на это внимания Начнут там Про ритмику Не та нота Еще что-нибудь Но все Все Просто пропускают из виду Одну простую вещь Которая заметна только людям Которые реально в этом утоплены В музыке Ну я с вами просто этим делюсь Я не говорю, что я там такой крутой Я это понимаю и слышу Я вам про это рассказываю Потому что вы сами сталкивались С этими ощущениями неоднократно И вполне возможно Что просто все Кто сейчас смотрит этот видос Тоже это чувствуют Потому что что-то здесь не так Вот реально Что-то здесь не так И это не так Я вам сейчас покажу Не важно какую мелодию Не важно что я играю Я думаю, что Если вы Хотя бы какое-то время Пребываете на этом канале Вы могли обратить внимание на то Что я ни разу Не играл на этом инструменте Вживую Под минус Ключевое слово Под минус Потому что весь этот инструмент Относительно Математической схемы нот То есть натуральной схемы Которую вы видите На тюнере Он не обстроит Он не попадает по нотам Мало того Расстояние между некоторыми нотами Тоже не соблюдается То есть он внутри Сам себя Не строит местами Прям чуть-чуть И исправить это никак нельзя Потому что Ну никаких элементов Которые на это влияют Я здесь не нашел Хотя может быть найду Когда-нибудь мастера Который мне его чуть-чуть построит Логика в чем Я сейчас не зажимая никаких нот Просто буду играть Прямой звук И покажу вам Что происходит на тюнере Смотрите Все ноты этого инструмента Не строят Где-то на четверть На восьмую тонну То есть они где-то Ровно посередине болтаются И это просто Невероятно сильно давит мне на мозги Это то самое ощущение С которым я столкнулся Когда учился играть на гитаре То есть я вечером что-то играл Меня прям перло Утром просыпаюсь Думаю Надо продолжить Сажусь играю Думаю Что такое Ту же самую мелодию играю Все точно так же делаю Вроде все точно самое Но просто Какая-то шляпа Знаете Пытаясь исключить Все возможные варианты Первое что я сделал Я воткнул гитару в тюнер И начал проверять И понял что Просто из-за того Что в комнате Поменялась температура Инструмент расстроился Весь И все струны Стали звучать Немножко ниже И это начало давить Мне на мозги Потому что я привык К натуральной Вот этой вот сетке нот И это мне прям Начало прям кукожить Тут смотрите Еще какой есть пример Просто сейчас беру гитару Она у меня Я ее прекрасно буду слышать здесь Вот Но она выведена К вам специально в канал То есть Просто там играю Рандом Абсолютный рандом То есть Даже покажу Чтобы не было Вот этих вот Фраз из разряда фанеры Еще что-нибудь там Не считая того Что там какие-то ноты Не доиграл Что-то там Где-то косикнул Что-то где-то хрустнуло Что здесь не так Я слышу Что здесь не так Потому что Опять если продолжим Да И теперь я просто Беру Еще одну ноту На соседней струне И вот оно Не так Это струна Отдельно Когда я на ней играю Звучит нормально Все в принципе Меня устраивает Ну На мозги мне это давит И вам это в принципе нормально Все нормально Буквально адекватно звучит Но когда я начинаю Играть с чем-то еще Оно не строит При этом Если привести здесь Пример в виде целого аккорда Сыгранного так Вы вполне возможно Что перестанете слышать Этот нестрой Вот он там Чуть-чуть есть Его слышно Но в общей массе Он растворяется Как знаете Такой хорус То есть если я запишу Допустим Мелодию Сыгранную Вот таким вот образом И потом настрою Эту струну И сыграю ее нормально То она будет звучать Как будто вы просто Наложили эффект хоруса Потому что Нестрой там прям Минимальный Это вот тот самый момент Что придает живости Ну понятное дело Что я не буду играть Вот так вот настроенной гитарой Хотя во время концертов Бывают ситуации разные И приходится Прям на ходу Во время риффа Какого-то Подкручивать себе Ноту Чтобы она строила Потому что Ты туда периодически Поднимаешься Опускаешься И там Вот эта фигня происходит Ну и вот теперь Тоже самая мелодия Та же самая Я думаю В принципе Моя идея здесь понятна Вспомните Того же Курта Кобейна Вспомните Огромное количество Хитов Где все это есть Вон Недавно я показывал Вам видос Где заквайлд поет Он же там мимо нот Постоянно поет Просто это звучит нормально И вот когда человек Привязывает свой разум К математическому Вот этому мышлению Натуральных нот Он начинает писать в комментариях Что спета Например Даааан Нота Она спета мимо Вопрос только в том Мимо чего Мимо звучания этой комнаты Мимо мелодии Которую я только что играл На гитаре Мимо мелодии Которую я играл На пимаке Или может Мимо Тональности той музыки Которую я Скачаю Для того чтобы Подложить на фон После того Как это видео Сейчас снято Вот это называется Кашей в голове Когда человек просто не понимает, что происходит И пытается привязаться к какому-то пункту Это знаете, как слышал звон, не знаю где он И тут представьте себе ситуацию, если мы берем камертон Который немножко погнут И настраиваем целый оркестр Который будет звучать, например, немножко выше Или немножко ниже Как вы думаете, обратите ли вы на это внимание вообще или нет? Если вам понравился такой формат В котором я вам буду немножко, знаете, приоткрывать Все вот эти вещи и обращать внимание на такие детали Пишите в комментариях, обязательно задавайте свои вопросы Возможно, этот видос вызовет огромное количество Каких-то негативных отзывов, вопросов, еще чего-то Потому что у меня подготовлены еще несколько вариантов Такого же плана, знаете, ребусов Тестов на слух, на контроль На понимание и на ощущение музыки Поэтому хотелось бы с вами в таком интерактивном варианте пообщаться И если это видео было для вас полезным Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Долбаните в колокольчик, чтобы получать оповещения О выходящих видео и проходящих стримах И увидимся в среду, пока! Субтитры создавал DimaTorzok